В этом уроке мы будем использовать замечательную программу под названием CCleaner. Сейчас вы узнаете как она, увидите как она называется я вам даже текстовую ссылку дам значит что она делает? Она очищает ваш компьютер от всякого мусора то есть всякие временные файлы лог файлы, история браузеров кукисы и многое-многое другое. Все это программа вычистит и вы избавитесь от тысяч или даже десятков тысяч ненужных файлов косвенно эта программа может также удалить часть вредоносных программ хотя специально против них она не предназначена но в любом случае почти наверняка она удалит с вашего компьютера столько лишнего что она и работает будет быстрее и программы по удалению вирусов, которые мы будем использовать в дальнейшем, будут работать гораздо быстрее. Давайте скачаем эту программу. Еще раз говорю что ссылку текстовую я вам тоже дам, но и здесь вы ее можете увидеть значит заходим вот на этот адрес и здесь нам понадобится вот эта вот версия Slim она называется потому что там нету программы Toolbar эта программа пытается дополнительно нам установить еще Toolbar там, который устанавливается какому-то браузеру но нам не нужно этого делать потому что все эти Toolbar они дополнительную нагрузку несут для компьютера в общем нам эти дополнительные всякие навесы не нужны поэтому качаем вот эту вот версию сохраняем запускаем ее выбираем язык ну тут уж кому какой удобнее я русский все-таки оставлю окей и идем далее принимаем соглашение это все можно оставить как есть и можно прямо сразу программу запустить жмем готово так, тут нас спрашивают, что Cleaner выполнит оптимальный поиск куки что такое cookies вообще? это файлы с помощью которых сайты в интернете вас запоминают то есть допустим вы сидите там в Одноклассниках или ВКонтакте или на вашей веб-почте и чтобы вам каждый раз пароли не вводить для этого существует файл cookies, который хранится у вас на компьютере и каждый раз, когда вы заходите на этот сайт он вас запоминает чтобы пароль вы не вводили снова но есть и вредоносные cookies которые о вас распространяют всякую информацию вот эта программа будет удалять именно вредоносные cookies но если даже она случайно зацепит ваши полезные cookies ничего страшного не произойдет потому что, ну, заново введете пароль в Одноклассниках в конце концов я думаю, не умрете вы от этого безопасность компьютера все равно важнее значит, нажимаем Да и здесь у нас выбор наших параметров как мы будем чистить наш компьютер значит, Internet Explorer я советую эти галочки так и оставить смотрите, что они означают временные файлы браузера это значит, когда вы ползаете по интернету вот смотрите всякие картинки и прочие там загружаете вот у вас флешки всякие на сайтах показываются значит, это все на самом деле хранится на вашем компьютере я не знаю, подозревали вы об этом или нет но многие пользователи не в курсе так вот, эти временные файлы браузера во-первых, они кучу места занимают во-вторых, они могут содержать вредоносный код короче, ставим здесь галочку, убираем журнал посещений ну, наверное, многие в курсе, да что ваш браузер помнит, где вы были допустим, в Internet Explorer можем посмотреть все сайты где мы были вот этот список, он будет очищен тоже если вы не хотите, чтобы он очистился то тогда эту галочку можете убрать но я обычно очищаю все это дело вот это те самые куки, про которые я говорил я их советую вычистить список введенных адресов что такое ну, тоже, вот вот, собственно, вот они введенные адреса вот, выводите какой-то адрес и программа это запоминает и здесь у вас целый список таких адресов вот они, видите ну, кому-то это бывает удобно можете оставить, если хотите то есть, можете эту галочку убрать, чтобы эти списки он не удалял в общем, это на ваше усмотрение это нужно удалить последний путь закачки тоже лучше удаляем ну, это вообще список закачанных файлов сами файлы не удалятся на самом деле так что безмоядина можете это удалять здесь все так же оставляем система очистка корзины ну, естественно если вы не чистите сами корзину то тем более надо ее очистить временные файлы тоже все удаляем буфер обмена дампы памяти тем более удаляем фрагменты всякие все это мы чистим идем дальше так, вот тут у нас приложение значит, это для моих браузеров у меня тут еще Mozilla установлена да? и Google Chrome ну, все то же самое интернет-кэш это вот все эти картинки сохраненные не то, что вы сами сохранили а то, что автоматически сохраняется с каждого сайта, который вы посещаете вот вы, допустим залезли вот все это оно тоже на вашем компьютере сохранилось на самом деле и все это надо вычистить журнал посвященных файлов сайтов ну, это тоже история ваших посещений как хотите можете убрать можете оставить я уберу я это очищу то есть галочка это значит, что он будет чистить cookies я тоже очищаю автозаполнение форм ну, смотрите это, опять же это вы пароли когда заполняете система запоминает ну, как хотите история закачек что и когда вы скачивали вот она у вас эта история ну, тоже как хотите сами файлы, я говорю которые скачивали у вас не удалятся по-любому удалится только вот история которая говорит когда вы что вы скачивали так что можно, в принципе, ее удалить то же самое Google Chrome еще один браузер от Google тоже это все я оставляю мультимедиа все это удаляем и это, конечно не удалится сам плеер не удалится сам Windows Media Player удалится только все лишнее и то же самое с этим утилитом ну, и здесь тоже отставляем все как есть все, нажимаем очистку окей да, я забыл закрыть давайте я закрою эти браузеры все окей все, очистка завершена и смотрите 216 мегабайт он удалил при том, что это очень мало у меня компьютер был достаточно чистый я периодически его очищаю ну, и на этом конкретном компьютере у меня вообще ничего особенного нету потому что я его использую только вот для записи уроков и все равно 216 мегабайт сколько файлов только здесь 1763 файла и эти маленькие файлы они очень годливые на самом деле потому что один большой файл гораздо лучше, чем много маленьких ну, так файловая система устроена так что вот наша система очень сильно облегчилась и, ну, я этого не замечу потому что она и так у меня работает очень быстро но очень многие заметят серьезное облегчение после того, как эта программа с ними поработала бывает, что гигабайты и гигабайты и здесь десятки тысяч файлов сотни тысяч файлов бывает удаляются так что вот этот вот этап очень важен все с этой программы мы закончили. Да, еще одна важная деталь. Эту программу нужно запускать из-под каждой учетной записи. То есть мы сейчас сидим под администратором, да, я напомню, что мы для этого всего курса очистки используем записи администратора. Но у нас может быть несколько учетных записей на компьютере. Поэтому мы должны выйти из системы У меня здесь всего одна учетная запись, но если у вас будет несколько, значит надо под каждой учетной записей войти и проделать ту же самую операцию. То есть си-клинером все прочистить. На Windows XP все делается абсолютно точно так же, поэтому отдельно показывать я не буду, там действительно просто один в один все делается. Вот и все, мы прошли еще один этап по очистке нашего компьютера и готовы к следующему уроку.